А ждать там как-то приглашают? Да, мы вынесем вам карту, назовем фамилию. Одного посетителя в кабинете первичного приема тут же сменяет другой. Несмотря на продолжающиеся выходные дни, в Краевом Центре Крови сегодня многолюдно. Желающих помочь медучреждениям региона столько, что образовалась очередь. Работники Центра Крови говорят, к такому количеству доноров готовы. Хорошо, что красноярцы понимают, как важен их вклад в коллективное здоровье края. Потребность в компонентах крови практически всегда одинаковая. Независимо от того, праздники это или будни, тому как медицинские организации не прекращают работать. И естественно необходимо оказывать экстренную помощь. И не только в данную минуту, но еще и банк надо кровью пополнять, чтобы было что выдавать завтра, послезавтра и в следующие дни. Врачи рассказывают, благодаря отзывчивости сибиряков плановые показатели Краевого Центра удается регулярно повышать. В прошлом году, к примеру, у нас в регионе было заготовлено более 40 тонн крови. Такая помощь особенно важна в непростое ковидное время. Но важно помнить, что к донации необходимо подготовиться. Один из добрых друзей службы крови в течение уже 11 лет и обладатель звания «Лучший донор России-2020» Виктор Букатин рассказал, «Как провел дни перед сдачей крови». Надо в питании режим соблюдать. Особенно сейчас в новогодние праздники пришлось ограничивать себя в жирной, молочной пище. Ну там такие, особенно вот эти салатики, как сейчас, олимпия и прочее. Иначе получаются хилерсплазмы. Ну, мутная плазма жирная, она уже непригодна. Поэтому каждый раз надо подготавливать. Также категорически нельзя употреблять алкоголь и курить. Не рекомендуется яркие газировки и энергетики из-за красителей и специфических добавок. А вот после донации можно и нужно угоститься сладким чаем, выпечкой и мясом. Это поможет ускорить процесс кроветворения. Подробные рекомендации можно найти на сайте службы крови. Рассказывают об этом и сотрудники донорского центра. Новичкам эта информация очень нужна. Меня попросили помочь коллеге моего мужа, и я согласилась, почему нет. Ну, я думаю, нужно сдавать кровь, это хорошее дело, это полезно. Но главное точно соблюдать рекомендации медиков, знать возможности своего организма и располагать полутора-двумя часами свободного времени. Если и вы хотите сделать свой вклад в банк крови, вас ждут в донорском центре на «Партизана Железняка 3М» 6 января с 8 до 17.30. Каннский центр будет работать 5 января с 8.15 утра. Остальные пункты края возобновят прием доноров после окончания новогодних каникул. Полина Каминская, Дмитрий Гемченко, Енисей, Новости.